Здравствуйте! Сегодня мы начинаем свою передачу в Лапланском государственном заповеднике. Мы рассказывали о растениях и о растительном покрове и обо всем природном комплексе разных районов нашей страны, но преимущественно южных. О степях, о пустынях, о дубравах наших. А в этой передаче мы хотим рассказать о севере. Лапландия. Древняя страна саамов. Здесь они пасли свои олени стада. Здесь они охотились. Здесь они ловили рыбу, у них очень много воды. И вот здесь на территории Лапландского государственного заповедника можно увидеть все характерные ландшафты Кольского полуострова, все характерные ландшафты Лапландии. Вода. Очень много воды, озера, реки, ручьи. Озера сливаются, дают заливы большие. И поэтому, куда не повернешься, все время твой глаз видит воду. Воду, которая просвечивает между узкими длинными елями, которые здесь повсюду. Между березами, кривыми, изогнутыми, не такими, как в южных областях. Со всех сторон здесь подступают к воде горы. Горы невысокие совсем и с очень такими мягкими очертаниями. Вершины их безлесные. Саамы называли вот эти безлесные вершины тундрами. И это слово очень прижилось, широко распространилось и стало уже употребляться с более широким смыслом. Тундрами стали называть равнинные территории. Равнинные территории с таким своеобразным характерным растительным покровом, в котором преобладают деревья. Деревья, только они ростом ниже колена. Так же, как от саамов мы переняли слово ягель. Это тот лишайник, которым питаются олени, и которого здесь так много, и который спускается и к югу значительно. Мы можем его видеть даже у нас в Московской области и еще южнее. Для того, чтобы сохранить вот этот вот характерный комплекс природы со всеми основными типами природными типами растительности, которые здесь на Кольском полуострове есть, это северный вариант тайги, самый северный. Это горные тундры. Был организован вот этот заповедник. Лапланский заповедник — это наш самый северный заповедник, один из самых северных в мире. И важность заповедания всей вот этой вот территории, она была очевидна с самого начала. А теперь роль его стала еще более значительной, потому что совсем рядом с ним разросся большой промышленный город. Это Мончегорск — город металлургов с большими металлургическими заводами. И вот этот вот клочок такой первозданной природы рядом с таким большим городом, он совершенно поражает. И он особенно дорог и ценен для нас и с научной, и с хозяйственной стороны. Потому что он показывает возможность вот такого вот соседства и все обстоятельства, которые этому сопутствуют, как положительные, так и отрицательные. В этих суровых краях, суровых, но прекрасных, мы встретили и удивительных, и тоже своеобразных людей. Олег Измайлович Семенов-Теньшанский — человек с удивительной судьбой. он более 55 лет работает в этом заповеднике, с первого дня его основания. Уроженец Ленинграда. Он оставил этот город и приехал сюда навсегда, плененный красотой этих мест, а также тем научным интересом, которые они для него представляли. И вот с тех пор он здесь. Он знает все растения. Он знает прекрасно фауну здешних мест. Он знает все. Это лучший гид по этим местам. Он может провести такими тропами, которых не знает никто здесь. И, несмотря на свой уже немолодой возраст, он так быстро ходит, что мы за ним едва поспевали. У него научные труды и популярные книги, которыми зачитываются все, особенно те, которые приезжают в эти края. Без них просто невозможно обойтись. Они нужны буквально каждому. Этого мало. Этот человек — прекрасный художник, великолепный фотограф. И поэтому им сделано уже несколько альбомов и книг с прекрасными, очень тонкими художественными фотографиями, которые, однако же, необыкновенно содержательны и очень полно, и очень, я бы сказала так, характерно представляют все особенности здешнего ландшафта и здешней живой природы. Олег Измаилович, что Вас столько лет здесь держит? Меня держит, конечно, работа. Потому что началась... Раз я начал какую-то работу и работал долго, то мне интересно продолжить, сколько можно из нее извлечь. Собственно, сейчас я просто подвожу итоги. Работу начатыми и проводившими в течение длительного времени. Кто стоял у истоков этого дела? Кто организовывал заповедник, когда это было? Организация заповедника связана с двадцатым годами нынешнего века, когда тут установилась советская власть, началась эксплуатация природных богатств Кольского полуострова. И сразу же на месте, в Мурманске, возникла такая идея, что необходимо сохранить какой-то природный эталон на будущие времена. Вот таким способом появилась идея о создании Натуландского заповедника. Это произошло около 1925 года. В этом вопросе главную роль, центральную роль, играл Герман Михайлович Крепс, сотрудник Александровской биологической станции. Он сразу заинтересовался этим вопросом, уже в 1928 году докладывал и опубликовал первый проект заповедника, наметил его границы и впоследствии стал первым директором заповедника. То есть, в общем, основание заповедника связано с именем Крепса. Да, здесь все проникнуто памятью о Германе Михайловиче Крепсе. В усадьбе заповедника небольшой музей, устроенный в доме, где он жил и работал. И публикации собраны здесь, и акварели, и фотографии. Все это рассказ о нем самом, и еще более, о его главном деле, о заповеднике. Ну, а я был его, можно сказать, первым помощником. Меня приняли приказом номер два. А какая площадь заповедника? Площадь заповедника до последнего времени была круглым числом 1600 квадратных километров. В настоящее время она сильно увеличена, значит, превышает две с половиной тысячи километров квадратных. Квадратных? Да. В общем, большая территория. Большая. Это один из больших заповедников Советского Союза теперь. Его длинная ось сейчас превышает сто километров. И какую часть этой территории занимает леса? Леса занимает примерно процентов шестьдесят пять. Две трети. Здесь повсюду очень много воды. Это, я бы сказала, такая характерная черта этих мест. Вот мы сейчас поднялись по склону. Мы поднимались от озера. И здесь опять озеро. И очень часто вот так вот путешествие здесь идет от озера к озеру. А между озерами ручьи и реки. А вот здесь вот рядышком с озером болото. Кругом вода, кругом очень сыро. Даже когда идешь по лесу, у тебя под ногами местами хлюпает от сырости. А когда присматриваешься к растениям, которые растут здесь вот вокруг, и даже вот на этом болоте, они оказываются ксерафитами. Это группа растений, которые удерживают влагу и очень скупо ее расходуют. И весь их облик, вся их физиология приспособлена к тому, чтобы удержать воду и экономно ее расходовать. И вот такое вот, казалось бы, несоответствие, кругом вода, а здесь ксерафиты, оно кажется просто парадоксом. А на самом деле, если присмотреться, здесь ничего парадоксального нет, это все легко объяснимо. Дело в том, что вся вот эта вот вода, которая насыщает буквально почву, она очень холодная. Здесь обстановка, как мы говорим, физиологической сухости. Вода-то есть, до растения взять ее не может. Не может взять, потому что она очень холодна. И вот эта вот фильтрация, которая идет через окончание корневых волосков, она затрудняется вот этой низкой температурой. И все растения, которые растут на этом болоте, они все свои корешки стелют по поверхности. Они не заглубляются, очень холодно. И деревья также здесь растут, и кустарники. Все растет таким образом. Вот местами на болоте прям такой коврик розовый от того, что обильно цветет андромеда. Это такой классический кустарник или кустарничек болотный. И он весь целиком в своей жизни приспособлен к обстановке вот этой физиологической сухости. Вот смотрите, как у него корешки. Они же буквально расходятся вот горизонтально. Они стелются, они просто прошивают, пронизывают маховой покров, в котором она живет, и никогда не уходят вглубь. И, конечно, при таком положении дел нужно экономить воду. И посмотрите, как устроены ее листочки. Они с нижней стороны все покрыты толстым слоем воска, который запечатывает устица. И через них испарение идет очень медленно. Да и сам листик. Листик узенький, краешки у него подогнуты. Типичный такой вот ксерофит. Такой листья очень мало испаряют влаги. Другие растения, которые здесь растут, они тоже приспособлены к этому. Вот средства приспособления разные, а цель одна. Багульник. Обычный кустарник таких вот торфяных болот. Посмотрите, как он похож на андромеду. Вот он готовится цвести, цветки у него будут белые. А листочки-то, листочки такой же совершенно формы. Узенькие, очень жесткие, с сильно завернутыми краешками. А если перевернуть и посмотреть, что у них снизу, они покрыты пушком, таким ржаво-рыжим пушком, который тоже одевает всю нижнюю поверхность листа и препятствует испарению с этой стороны влаги. Это тоже растение ксерофит. И так вот, куда ни обернешься здесь, посмотришь ли под ноги или вот вокруг себя, здесь вот в лесном краю, или поднявшись в горы, в тундры, и везде тебя сопровождают ксерофиты. Вот этот край, в котором столько воды, это край ксерофитов. Как в какой-нибудь знойной пустыне. И это в краю воды. На маховых болотах, там где очень сыро, сейчас повсюду россыпи белых цветов морожки. Вот это уж классическое растение севера. И так же, как сейчас, она далеко видна благодаря обилию белых цветов. Так же осенью она великолепно видна в ландшафте, потому что ее листья приобретают необычайно яркую такую красную окраску. Это растение дает великолепные ягоды, очень вкусные, очень сочные, такой ярко-оранжевого цвета, очень нарядные. И это основное лакомство тех, кто живет в этих краях. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так.